Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней лекции «Перестройка и гласность». Либеральные настроения, ощущение некоторой свободы советских людей в годы оттепели не пропали в последующие десятилетия застоя и стали стартовой площадкой для перестройки. Процесса реформирования тоталитарной системы, осуществлявшегося в СССР по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первый. Условия возникновения идеи перестройки. Второй. Перестройка как реформа политической и экономической системы СССР. Третий. Гласность как необходимое условие существования демократии. Четвертый. Переход к социалистическому рынку и экономический кризис в стране. Пятый. Распад СССР и первые тяжелые годы независимости. Шестой. Влияние перестройки на культурную жизнь страны. Свобода творчества. Седьмой. Внешняя политическая деятельность СССР. Восьмой. Позитивные и негативные итоги перестройки. Девятый. Причины краха перестройки. Сам издат. Именно в годы застоя появился сам издат. Переписанные или отпечатанные на машинке рукописи. Устраивались выставки неформальных художников. Исполнялись произведения непризнанных композиторов. Звучали стихи запрещенных поэтов. Это все говорит о том, что культура не была полностью подчинена политической системе. Напротив, чем сильнее было давление государства, тем активнее проявлялось сопротивление творческих людей этому давлению. Ускорение и перестройка. Перестройка является важным этапом в истории СССР, во время которого произошли масштабные перемены в стране. В результате шестилетнего периода перестройки государство отказалось от социалистического направления в политике и СССР, который строился целых 70 лет распался. Изначально новое направление в политике называлось ускорение и перестройка. При этом под ускорением понимался значительный рост производительности труда. В 1986 году на очередном съезде был принят совершенно нереальный план за 15 лет удвоить производственные показатели страны. Со временем осталось название «Перестройка». Перестройка и гласность Перестройка и гласность – лозунги новой эпохи развития страны, связанной с именем Горбачева. Михаил Сергеевич Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза в марте 1985 года. Под его руководством проходили различные экономические и политические преобразования в стране. Важными событиями в период с 1987 по 1991 год стали развитие демократии и гласности. Это был период, когда всех призывали свободно обсуждать негативные явления в жизни страны. Советские люди информировались о работе партии и правительства. Необходимо заметить, что перестройки способствовала критика тотального прошлого страны Советов. Перестройка. Продолжение дела октября. Советские люди начали возводить здания социализма в стране, где были патриархальные и феодальные отношения, отсталая экономика, где не сложились прочные демократические традиции. Сочетание крайне неблагоприятных внешних и внутренних факторов – вот условия, в которых стали возможными те беды и трудности, с которыми столкнулась молодая республика. Поначалу все протекало хорошо, но, как было представлено Горбачевым, догматизм, волюнтаризм, как и все прочие крайние деформации социалистического развития, были отступлением от социализма и его основных идей. Советскому народу было объявлено, что жители советской страны не должны удовлетворяться социализмом деклалированным, а должны создать настоящий социализм с высокой производительностью труда, последовательным народовластием, гласностью с его главным принципом – свободное развитие каждого отдельного человека, как условие свободного развития для всех. Демократизация структур управления. Перестройка в первую очередь означала реформу политической и экономической системы СССР. Благодаря демократизации структуры управления страной появилась возможность проводить выборы, выставляя несколько кандидатов, а не одного, как было раньше. Был снижен уровень централизации управления, и союзные республики получили больше прав в принятии самостоятельных решений. Уровень централизации немного понизился и в управлении экономикой. Было разрешено создавать различного рода кооперативы, малые предприятия, а также совместные предприятия с иностранными инвесторами. Гласность как необходимое условие существования демократии. Что касается гласности, то она представлялась процессом информирования людей о мире, в котором они живут. Для того, чтобы что-то создавать, совершенствовать, чтобы иметь возможность двигать вперед общество и прогресс, надо необходимо быть хорошо информированным. Необходимо знать точно, что было раньше в стране, и что происходит в настоящее время. Знать о причинах, имеющихся в стране недостатках, ее проблемах и о перспективах на будущее. Советские люди должны были иметь право знать, что меняется к лучшему, какими путями это достигается, и как эти позитивные изменения связаны с жизнью каждого отдельного человека, как они влияют на нее и что значит это для страны в целом. Всех граждан Советского Союза приучали к мысли, что такого рода информированность о происходящих в стране событиях поможет людям выработать свой реалистичный взгляд на происходящие события, на окружающую действительность. В это время часто цитировалась фраза Ленина, в которой он говорил, что государство сильно сознательностью своих масс, которые все знают и обо всем могут судить сами, и способны решать различного рода вопросы сознательно, без чего-либо давления и принуждения. А потому гласность – это политика, без которой нет настоящей демократии, как и нет реального участия масс в управлении и в политическом творческом процессе. Деформация социализма, отступление от идей Ленина. В своих выступлениях Горбачев доказывал, что происшедшая деформация социализма была отступлением от идей Ленина. Особую популярность опять приобрела ленинская новая экономическая политика НЭП, о которой стали говорить, как о гениальном решении, золотом веке истории Советов и тому подобном. В связи с этим в стране вновь стали появляться всякого рода большие и маленькие кооперативные организации, находящиеся на хозрасчете, самоуправлении, самофинансировании и самоокупаемости предприятий. Нередки были случаи, когда такие организации были не в состоянии реализовать всю свою продукцию по причине ее нерентабельности, плохого качества и другим признакам, и раздавали ее своим же служащим вместо заработной платы. Социалистический рынок и экономический кризис в стране С конца 1989 года правительство страны объявило о вхождении экономики СССР в социалистический рынок. Но даже при наличии всех других необходимых условий в тот период нормальный рынок не мог бы возникнуть, так как в условиях выхода из плановой экономики еще не был запущен механизм конкуренции. К тому же государственные заказы, которые заменили плановые задания, фактически не отличались от последних. На таком этапе создание рыночной экономики было больше искусственным декларативным шагом, чем реальным. Таким образом, государство потеряло контроль над ростом заработной платы, не в состоянии было регулировать цены. В короткий срок эта ситуация вызвала инфляцию, привело к падению роли рубля, тотальному дефициту товаров и, главное, продуктов и неконтролируемому разгулу спекуляции. С 1990 года начинается резкое падение объемов производства. В итоге плохо продуманные действия Горбачева послужили началом сильнейшего экономического кризиса во всей стране и ее распада. Распад СССР 1991 год можно назвать переломным в истории страны. Союз Советских Социалистических Республик как единое государство перестал существовать. Все 15 республик СССР стали самостоятельными государствами. Для Российской Федерации это было время становления новой государственности и определения духовных ценностей в новых условиях. Надо сказать, что были попытки возврата к прошлому. В августе 1991 года был создан ГКЧП Государственный комитет по чрезвычайному положению в стране, который безуспешно попытался провести государственный переворот. После этого указом президента РСФСР была приостановлена деятельность коммунистической партии в России. В декабре 1991 года после официального прекращения существования СССР и создания Содружества Независимых Государств СНГ Горбачев объявил и о своем уходе с поста, поскольку перестала существовать сама страна, которой он руководил. Следом за его уходом в Кремле был спущен флаг СССР и поднят флаг Российской Федерации. Борис Ельцин – первый президент СНГ. Первым президентом Российской Федерации становится Борис Ельцин – реформатор, благодаря которому произошли еще большие изменения в политической и социальной жизни российского государства. Борис Ельцин известен своими указами о распуске и запрете коммунистической партии, о распуске Верховного Совета, официальным отказом от курса социализма в России, началом военной операции в Чечне. Последствия распада СССР Первые годы независимости Распад Советского Союза спровоцировал большое количество проблем, бороться с которыми пришлось первому президенту России Борису Ельцину. Необходимо заметить, что первые годы независимости в России вызвали резкий спад ее экономики, обнищание части народа, даже бедственное положение в отдельных республиках и, как следствие, недовольство народа, конфликты, массовую миграцию из стран бывшего Советского Союза на Запад. Кроме того, начало 90-х годов характеризуется сразу несколькими серьезными кровопролитными военными конфликтами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Война охватила регионы Кавказа, о желании выйти из состава Российской Федерации объявляет Республика Татарстан, затем Чеченская Республика, начинаются вооруженные столкновения и конфликты. В конце 90-х годов эти проблемы перешли новому президенту России Владимиру Путину, который мобилизовал все российское общество, и эти вызовы были успешно преодолены. Свобода творчества. Публикация ранее запрещенной литературы. Период перестройки оказался исключительно плодотворным для представителей культуры и искусства. Наконец-то не стало цензуры, и художник мог творить так, как считал нужным. Необходимость переосмыслить пройденной страной исторический путь служила стимулом для публикации без цензурных ограничений свидетельств и воспоминаний очевидцев, а также документов, которые до этого были засекречены. Уже в конце 80-х стали публиковаться художественные произведения, которые раньше не печатались. В 1986 году вышла книга «Защита Лужина» писателя-иммигранта Набокова. В 1987 году была напечатана повесть «Собачье сердце» Булгакова, а немного позже по этому произведению был снят замечательный фильм. Публикуются запрещенные ранее произведения «Котлован» Платонова, «Дети Арбата» Рыбакова, «Реквием» Ахматовой, а в 1988 году на свет выходят доктор Живаго Пастернака «Жизнь и судьба Гроссмана», «Колымские рассказы Шаламова», «Белые одежды Дуденцева» и, наконец, в 1990 году публикуется «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Возвращение культуры русского зарубежья, развитие свободного кинематографа. В страну началось возвращение культуры русского зарубежья. В газетах и журналах появлялись правдивые материалы о тяжелых страницах советской истории, гражданской войне, коллективизации, Великой Отечественной войне, сталинских репрессиях, вынужденной эмиграции деятелей науки и культуры. Большое внимание привлек фильм «Абуладзе. Покаяние», в котором в аллегорической форме показана трагическая жизнь людей при сталинском режиме. Такие произведения разрушали коммунистические идеи, которыми раньше был напитан весь советский народ, и вызывали жаркие споры и дискуссии. В 1990-е и последующие годы вопросы нравственности, поиск точки опоры в современном мире, мире хаоса, отражаются в фильмах Лунгина, Рязанова, Михалкова, Звягинцева, в пьесах Петрушевской, Каляды, Угарова, Гришковца, в поэзии Евтушенко, Морец, Акуджавы, в прозе Прилепина, Маканина, Улицкой, а также в постановках Захарова, Волчек, Любимого, Виктюка, Фоменко. Постмодернизм. Среди многообразных современных художественных направлений значительным является постмодернизм, скептически относящийся к попытке культуры привести в порядок этот окружающий хаотический мир. Постмодернистские работы не всегда связаны с реальной жизнью. В них отражаются впечатления от тех, которые были прочитаны раньше, от тех фильмов, которые были уже когда-то просмотрены, от музыки, которая была когда-то услышана. Это похоже на калаш или на игру, когда нужно связать новое с известным. В прозе Ерофеева, Пелевина, Толстой, Битова, Сорокина, поэзии Пригова, Кибирова, в сотворчестве художников-концептуалистов, в фильмах Рогожина, Кончаловского чувствуется связь с другими текстами, нарушение общепринятых норм и правил, скептическое отношение к любым авторитетам, внутренняя языковая игра. Постмодернизм оказал влияние на музыку Шнитке, Десятникова, Щедрина, Артемьева и Губайдулиной. Авторская и бардовская поэзия на сцене. В этот период возрождаются жанры, которые ранее практически молчали. Поднимается авторская песня. Это и Виктор Цой, и Акуджава, и Розунбаум, и многие другие. Можно подразделить поэзию конца XX века на несколько направлений, среди которых первой будет эстрадная поэзия. Само время выносит авторов на сцену, эстраду, стадионы. Горбачевская перестройка – время исповеди после долгих лет лжи и молчания, время обращения ко всему миру. Это период авторской и бардовской поэзии на сцене. Рок-поэзия. Для передачи реальности необходимы новые приемы, новый язык. На первом плане – метафоризм, язык образности и символизм. Это экспериментальная поэзия Айги, Бурич, Пригова и других. Восьмидесятые годы принесли совершенно новое направление в русской поэзии. Это рок-поэзия, где рок представлен как миропонимание и образ жизни. Это карнавальное искусство, поэзия, предлагающая новую веру, новую религиозность, новое видение мира. Виктор Цой, Макаревич, Гребенщиков, Шевчук и другие тому пример. Свободная поэзия. Свобода должна быть полной, чтобы было создано действительно разумное и счастливое общество. У творца не должно быть ограничения, что и как писать. В творчество авторов, в первую очередь поэтов, возвращается эксперимент. И все стали понимать, что вообще поэзия не случайна в человеческой культуре. Она свободна, как и музыка, и не может быть подчинена какой-либо программе свыше и соответствовать чьим-либо предписаниям и указам. Это особый человеческий внутренний мир, в котором отражается мир внешний. «Каждый слышит, как он дышит, как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить». Автор стихотворения Борис Акуджава. Большое распространение в это время получила массовая культура, которая связана с коммерциализацией, когда произведения искусства превращаются в продукт массового потребления или ширпотреб, широкого потребления. Это период, когда средства массовой информации, газеты, журналы, радио и телевидение активно популяризуют свои идеи массовой западной культуры, особенно среди молодежи. Внешне политическая деятельность СССР. Кроме решения внутриполитических задач в стране, перестройка включала в себя и международные аспекты. А именно, улучшение международного положения СССР считалось необходимым условием реализации замысла перестройки. Исходя из этого, с 1986 года усиливается внешнеполитическая активность советского государства, которая была направлена на разрядку международной ситуации. В связи с этим были проведены переговоры и достигнуто взаимопонимание США и многими другими ведущими западными странами. Так, между СССР и США было подписано соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Советский Союз прекратил ненужную и разорительную войну в Афганистане и вывел оттуда свои войска. Кроме того, в 1990 году Советский Союз согласился на ликвидацию Германской Демократической Республики ГДР и включение ее населения и территории в состав Федеративной Республики Германии ФРГ. Была разрушена знаменитая Берлинская стена, приложенная сразу же после Второй мировой войны. В Париже был заключен договор об остановке гонки вооружений. Это был грандиозный прорыв отношений с Западом. Во время перестройки была закончена Холодная война. Надо отметить, что почти все договоры, заключенные между Россией и Америкой, впоследствии были нарушены американской стороной. Возвращение к религии. Кризис официальной идеологии, поиски других нравственных идеалов привели к возвращению части населения страны к религии. Если в Советской России после Октябрьской революции 1917 года разрушались храмы, закрывались монастыри, люди претерпевали гонения за веру, то теперь политика государства по отношению к русской православной церкви изменилась. В июле 1988 года по всей стране официально и очень торжественно праздновалось тысячелетие крещения Руси, принятие христианства при князе Владимире в 988 году. Стали восстанавливаться храмы и монастыри. Православную церковь стали называть хранительницей народной культуры и духовности. Прекратились гонения представителей и верующих других конфессий – католиков, протестантов, мусульман, буддистов, иудеев. Восстановление храмов. Реабилитация жертв репрессий. В Москве к 1997 году был восстановлен знаменитый храм Христа Спасителя. В свое время построенный в память о победе в Наполеоновском нашествии и войне 1812 года и разрушенной в 1931 году в годы сталинских реконструкций. В конце 80-х – начале 90-х годов начинается процесс реабилитации жертв репрессий. Многие тысячи людей возвращают себе своим семьям честное имя. В 1995 году на Поклонной горе в Москве открывается мемориал в память об Отечественной войне 1941-1945 годов. Позитивные итоги перестройки. Но при этом после распада СССР разрушился образ коммунизма как светлого будущего человечества и возник мировоззренческий, идейный, ценностный вакуум. Перестройка вызвала такие значительные позитивные перемены в стране, обществе, как демократия, свобода слова и мысли, плюрализм, гласность, свобода личности, выход на мировой рынок. Перестройка демилитаризовала СССР и способствовала окончанию Холодной войны и устранению угрозы мировой войны в целом. Она дала возможность выбора отдельным республикам с самоопределением. Уже весной, летом 1990 года Латвия, Литва, Эстония добиваются суверенитета и отделяются от СНГ. В последующие годы еще несколько республик сделали то же самое. Негативные итоги перестройки И все-таки негативных моментов в курсе перестройки оказалось гораздо больше. По крайней мере, они выглядят очень масштабно. Экономический кризис страны Разрушение экономики, налаженного быта и социальной сферы во всех республиках бывшего Советского Союза Обнищание значительной части населения Тотальный рост безработицы Усиление преступности Вооруженные конфликты на территории бывшего Союза И необратимый его распад Россия утратила рейтинг ведущего государства Потеряла статус сверхдержавы Став в какой-то степени экономически зависимой от развитых стран Запада Фактически идея совершенствования социализма и построения коммунизма Была подменена реальностью построения демократии и рыночной экономики капиталистического типа Но если на Западе к этому времени представлен развитый капитализм То в бывшем Советском Союзе он носит развивающуюся форму Постоянного дефицита товаров, безработицы и катастрофического падения уровней экономики, социальной жизни и быта Развал экономики Практически во всех республиках вводятся карточки, талоны на продукты Хлеб, сахар, масло и тому подобное Выдаются в ограниченном количестве в расчету на душу населения Цены растут стремительно и вперед выходит теневая экономика Развивается спекуляция различного рода товарами При Советском Союзе промышленность была налажена таким образом Что товары из одной республики шли в другую и наоборот Или в одной республике производились какие-либо части техники Выпускающиеся в конечном итоге в другой республике Когда произошел распад Союза, заводы и фабрики стали стремительно закрываться Сотни тысяч людей остались без работы, а производство остановилось Путь к краху Коммунистическая партия Советского Союза во главе с ее лидером Горбачевым Начали политику перестройки и гласности в условиях энтузиазма масс И полной поддержки этих идей обновления населением страны При этом, как обещал Горбачев, общество достигнет быстрых и высоких результатов Экономика страны, как ее политическая система, будут обновлены И ускорена работа производства товаров по всем направлениям Однако такие результаты не только не появлялись Более того, экономическая обстановка в стране резко ухудшилась Поэтому в итоге политика перестройки начала вызывать у масс разочарование и недоверие В такой нестабильной обстановке для поддержания своего рейтинга Горбачев решился на проведение радикальной политической реформы Итак, мы изучили тему перестройка и гласность Подведем итоги Перестройка стала важнейшим историческим этапом в истории страны Она имела как положительные, так и негативные результаты Безусловно, реформа подобного рода была необходима для создания нового демократического политического режима Но переход на нее был несвоевременным В условиях нарастающего экономического кризиса, безработицы, обнищания общества К тому же этот период осуществлялся слишком быстрыми темпами Используя жесткие методы государственного руководства Как итог, государственные власти потеряли необходимый контроль Над экономическими и политическими процессами в стране Степень государственного руководства обществом значительно понизилась Развитие по всем направлениям стало приобретать неконтролируемый стихийный характер Это все во многом обусловило крах идеи проведения перестройки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова